Девушки отдыхают Девушки отдыхают После революции там жили, скажем так, осколочки дворянские На одном краю деревни меня называли «Наш Барин» Я мог зайти в каждую изгу, особенно святой, к Христосу, выпить крепкое вина и тут же заснуть Облюбованный всеми я Но самое потрясающее было потом, когда спросили, а что мы будем есть на десерт А что можно заказать? Вы можете заказать мороженое или взбитые сливки А если учесть, что это был 49-й или 50-й год То, так сказать, шоковое состояние вполне объяснимо Это был настоящий барский подмосковный дом Он был интересен тем, что вплоть до 60-х годов в нем сохранялась удивительная Та самая нетронутая жизнь, которая во многом с территориальной страны уже давно исчезла В 1884 году здесь, в подмосковной деревне Дарина Обнаружили полезные железисто-известковые минеральные источники Московское губернское врачебное общество нашло сходство химического состава Даринской воды И минеральных источников в немецком городе Швальбахе и Швейцарском Морице Место это у москвичей стало пользоваться большой популярностью В день Даринские ключи давали 10 тысяч ведер воды В 19-м томе энциклопедии, вот 19-й том Энциклопедия Брангауза и Фрона 1893 года издания Рассказывается о Даринских источниках Даринские источники в селе Дарина Зенегородского уезда Московской губернии В 33 верстах от Москвы по Московско-Брестской железной дороге Местность лесистая, холмистая, сухая Вода слабо щелочная, чисто железная Почти без примесей аммиакой азотной кислоты Близость Москвы и удобство сообщения Обещают хорошую будущность Даринским источникам Владельцы Дарина довольно быстро наладили производство минеральной воды Ею наполняли стеклянную тару и везли на телегах в Москву В московских журналах и газетах появилась реклама минеральных источников Самыми популярными были источники под номером 1 и 2 Воду источника номер 1 считали наиболее целебной И продавали в московских аптеках Там стояли стаканчики и соломинку Через соломинку пили, потому что вода железная Зубы чернили, а иногда и рассыпались в прах Но очень хорошо от малокровия и анемии Как там называют бледная немощь А открыты источники были на землях Мелкопоместных помещиков Столповских Владевших Дарина Первым и главным хозяином имения В 550 десятин земли Был подпоручик Адам Столповский На высоком холме стоял большой господский дом Деревянный, потому и не сохранившийся Усадьба сгорела еще при жизни Адама Петровича В 1880 году Он сгорел, как считалось, в семье По вине вот этого пресловутого Моего прадедушки Как же его звали? Да Александр Петрович Столповский Он был, как говорится Ну, таким персонажем Из Бунина, Чехова Когда эти авторы описывали Уже вот этих потомков Простите за, может быть, Такую Дерзкую печать В общем, такие врожденцы В какой-то степени Не приученные ни к труду Не умеющие там, ну, естественно, там Самостоятельно мыслить и так далее И так далее Люди, которые привыкли жить на ренту Александр Петрович Он был человек очарованной Какой-то потрясенной жизнью По-моему, в церковь даже не ходил Его оставили на Пасховом дома Было прохладно Топились печи Когда вышли из церкви Дома уже не было Дома превратился в пепел Своим детям После пожара Адам Столповский Выстроил дома В разных местах имения И уже меньшего размера Много детей Детей было 11 человек Из родившихся 19 Там сколько-то было, по-моему, 5 девиц Они стали То есть всем надо дать образование Надо выйдать замуж Надо, так сказать, обеспечить будущее И прочее, прочее Вот И в духе времени стали строить дачи Потому что это было, как бы, модно Помните слова билетриста Там, фуя, там, моншерка Какая вульгарность дачи Сюда приедут какие-то там Жуирующие, отдыхающие купцы Какие-то люди третьего сословия И вообще здесь все это наполнится Таким абсолютно вульгарным Несвойственным содержанием Но делать было нечего Тем более, что там были источники Которые уже давали доход и рекламу Земельным бизнесом И сооружением дачного поселка Занялся сын Адама Петровича Петр Адамович Он разделил землю на 80 участков Стоимостью не меньше 1 рубля за сажень Выпустил рекламный буклет С информацией о химическом составе Даринской минеральной воды С летним и зимним расписанием поездов Но затея эта Организовать курортный поселок Петру Адамовичу так и не удалось Помешала революция 5-го года А вот его сестра Мария Адамовна В коммерции преуспела больше своего брата Она превратила выстроенную ей усадьбу В платный дачный пансион Рассчитанный на 30 человек И вот самые разные люди Встретившись в этом пансионе На рубеже веков Познакомились друг с другом И стали друзьями Это, например, мой отец Моя тетя, дядя Их друзья Это был маленький Петя Глебов Который впоследствии станет знаменитым Киноактером Это был Сережа Михалков Который впоследствии станет знаменитым Детским поэтом Это был Федор Крийский Художник Это был архитектор Овчинников Мой папа вырос в Дарине В пансионе Столповских Потому что тогда было модно снимать дачи И все ездили на дачи В том числе вот в эту местность Где была полезная железистая вода Источник похожий на источник морицы Первое впечатление от Дарина Значит, в общем, 4 года было человеку Но это вот какой-то Какой-то и простор вместе с тем И вместе с тем Вот окружение леса Которое там тогда было Ни один из домов Столповских Дарина не сохранился Но, как ни странно, до 90-х годов 20-го века Прожил лишь дом Александра Петровича Того самого, по чьей вине сгорел старый господский дом Дом Александра Петровича, как и положено Стоял на холме Вон там И был виден отовсюду Он сохранился в том виде Первозданном Как дача, построенную Петро Адамовичем Столповским Для своего брата То есть это было, как мы его называли Дворянское гнездо Потому что там была огромная Такая вот Зала на просвет Градиозная, метров, наверное, 35 С белоснежным камином С большими окнами С той стороны С окнами такими Достаточно тоже большими И балконной дверью Выход на южную сторону С открытой террасой С двумя закрытыми террасками Со вторым этажом Наверх вела деревянная лестница С какими-то там этими самыми Резными поручнями На лестнице были витражные стекла И когда светило солнце Вот это вот самое Как будто бы россыпь Этих драгоценных камней И на стенах, и на полу Потому что это и синие, и оранжевое, и красное Это что-то было совершенно волшебное Даже в те годы у меня было ощущение Что это очень старинное Очень русское, очень настоящее Которое будет стоять долго, долго и долго И читая даже какую-то классическую литературу Уже в более взрослом возрасте Понимая, что речь идет абсолютно о других местах Все равно память моя и ощущения Меня возвращали в этот дом Это действительно старинное дворянское гнездо Крестьяне не сожгли ни одной усадьбы Потому что это вообще была очень богатая семья И вот этот дом Это был не единственный дом у Столповских Так вот, когда После революции Крушили, громили Ненавистных Этих самых помещиков То у Столповских ничего практически не тронули Поэтому сохранился этот дом После революции уездные власти не раз пытались выселить Столповского из его имения На удивительное дело, крестьянский сход постановил принять помещика Столповского и членов его семьи Свой коллектив Столповские пользовались большим уважением среди крестьян А позже Столповские добровольно вступили в колхоз И передали все свои хозяйственные постройки и земли в общественное пользование Наверное, это обстоятельство и помогло сохранить дом Столповских в его перновозданном виде А может быть и то, что в 1934 году дом попал в очень хорошие руки Его купил архитектор Иван Владиславович Желтовский Иван Владиславович Желтовский считался одним из самых выдающихся и известных архитекторов советского времени Однако по духу и образу мыслей он был человеком, принадлежавшим, несомненно, к прошлому, 19-му столетию Вот видите, товарищ Букавов, когда вы учли все эти достижения, все эти мысли, которые нам дали древние греки и римляне Которые стремились к осознанию живого организма во всем, а также и в построении города Вы добились прекрасных результатов Желтовский, один из авторов плана реконструкции Москвы Его самые известные проекты, здание Госбанка и ипподрома И, несмотря на свои заслуги, Желтовский долгое время пребывал в опале Говорят, помог ему счастливый случай Сталин, проезжая по Смоленской площади, обратил внимание на один жилой дом с башней И спросил, кто его строил Получил ответ – Желтовский Сталин сказал – молодец Такой старый, а строят как молодой И уже в 50-м году Желтовский был награжден госпремией А в 51-м под его руководством началась реконструкция московского ипподрома В Москве Желтовский жил в двухэтажной квартире в старинном особняке на улице Станкевича, дом 6 То есть он мог себе позволить и такую квартиру в Москве, и вот такой дом в этом самом, в Дальгина И я могу абсолютно только точно сказать, что Желтовский относился к категории тех людей, которые никогда не заискивали перед властью У Ивана Владиславовича Желтовского был своеобразный распорядок дня Днем он всегда спал, а ночью он работал Он часами мог стоять за своим верстаком в мастерской на даче Племянница его жены, актриса Прасковья Бубнова-Рыбникова, вспоминала, что Желтовский любил повторять, что человек может называться интеллигентом, лишь когда он все делает сам своими руками И обязательно добавлял Это только кухарка говорит, что ее дети должны быть белоручками Ей сестру или по его проекту, и он был недоволен тем, как рабочие выполнили заказ На возражение, что, дескать, лучше сделать нельзя Он снимал пиджак, брал в руки необходимый инструмент и показывал им, как надо Вот этот дом, вот этот облик, этот участок, эта природа, которая окружала вот этот участок Вот вся эта органичность, которая там собралась в едином месте Она целиком и полностью отвечала вот тем требованиям художника Которые для Желтовского образовались одним словом и понятием – красота Это был настоящий барский подмосковный дом Он был интересен тем, что вплоть до 60-х годов в нем сохранялась удивительная Та самая нетронутая жизнь, которая во многом с территории нашей страны уже давно исчезла Поддерживать красоту и старинный уклад усадьбы 19 века Ивану Владиславовичу помогала его жена Ольга Федоровна Тетя Леля, как называли ее родственники Когда-то актриса Алиса Коунин, ее подруга, заметила, что назвать Ольгу Федоровну красивой Значило ничего о ней не сказать Красивых ведь много А она была необыкновенной, потрясающей В особняке на улице Станкевича и в усадьбе в Дарине Тетя Леля была душой дома и прекрасной хозяйкой Самое сильное впечатление было, когда мы приехали к обеду Во-первых, это в громадной столовой По стенам висели какие-то старинные портреты На стенах висели старинные портреты Были потрясающие канделябры с хрустальными подвесками Вот этот стол, где роскошная посуда Естественно, была глубокая тарелка для супа И мелкая тарелка для второго И так далее Потрясающая сервировка Прислуга, которая все это подавала Быт очень интересный был в этом доме Тоже, он из русской литературы Ольга Федоровна туда приезжала ранней весной С своими сундучками Полностью привозила все свое имущество Все свои драгоценности Как я знаю, от нянечек, которые жили в этом доме В большом количестве От бесконечных тетушек Которые населяли этот дом В течение всего лета Весной покупались инкубаторские цыплята Которые в течение лета вырастали И служили пищей хозяевам Но самое потрясающее было потом Когда спросили, а что мы будем есть на На десерт А что можно заказать? Вы можете заказать мороженое Или взбитые сливки А если учесть, что это был 49-й или 50-й год То, так сказать, шоковое состояние Вполне объяснимо Причем моя тетка Говорила о том, что взбитые сливки Вот с детства Это какое-то совершенно фантастическое воспоминание Вкусовое А поскольку я была маленькой И мне казалось, что ничего вкуснее мороженого нет То было заказано мороженое Которое делалось прямо здесь Вот этой прислугой И это было домашнее мороженое Которое, видимо, я ела единственное раз в жизни Но она неукоснительно соблюдала Вот этот принцип на даче Сладкого ничего не делали Как говорят итальянцы Дольче форнин Они ничего не делали Только читали, беседовали Принимали визитеров Сама Ольга Федоровна никуда не ходила Я не помню такого Но к ней с визитами все время все приезжали и ходили Племянница Ольга Федоровна вспоминала Что став богатой Тетя Леля смогла наконец осуществить свою детскую мечту Она завела много домашних животных На даче жили кошки, собаки, корова И было несколько пчелиных ульев А помогали ей следить за хозяйством и за домом Три домработницы и два садовника А в летние месяцы на даче Желтовских Подолгу гостили многочисленные родственники Близкие друзья А 24 июля На даче Желтовских был грандиозный праздник Так называемый Ольгин день Именина хозяйки Ольги Федоровны Желтовской В этот день затевались Спортивные соревнования Театрализованные представления Приезжали молодые, веселые, талантливые Ученики, хозяина дома Ивана Владиславовича Приезжали все московские знакомые И даринские дачные жители Приглашались обязательно все с детьми Праздники были совершенно взрослыми Но дети присутствовали в огромном количестве Мы бегали по саду Мы сидели на равных за столом Мама, конечно, мне говорила Ты, пожалуйста, иди себя прилично Когда мы пойдем Надевала на меня какую-то красивую платьицу, я помню Но все было очень демократично Действительно, я помню каких-то глубоких стариков Там за столом Старушек совершенно древних В буклях В ротничках пруживных Мы пришли, я помню, вот на этот Замечательный летний именинный праздник Столы были накрыты белой крахмальной скатертью Никакими криенками Классическое варенье Вот этот запах Настоящего Непридуманного Непокупного Ни иностранного А это были Хрустальные блюдечки под варенье Это было разнообразное варенье Стоящий мед, стоящий в вазочках Самовар А в дом Да, и мы играли в сэрсо То, что сейчас современные дети просто Тоже, наверное, даже не поймут, о чем речь Мы играли в сэрсо И мы вели себя очень Очень прилично Мы старались себя вести прилично Потому что Мы попали совершенно в другую обстановку И когда тетя Леля увидела замешательство молодежи Она встала Взяла бокал вина И выплеснула его на белую скатерть Я сказала Если мне это позволено То все остальное позволено будет и вам И вот с этого момента Она сняла вот Какое-то вот это напряжение Что ты должен обязательно надеть бабочку Я не знаю, там, хрустящую манишку Она могла общаться и с, я не знаю, там Принцами по крови И вместе с тем она могла создать Абсолютно естественную ситуацию Которая при этом не допускала никакого амикошенства Вот в этом, я считаю Вот для меня это аристократизм Вот настоящий аристократизм духа Всегда были пионы Которые тоже в начале лета срезались бутонами И клались на настоящий лед Который был в леднике Вырытым в саду Даже почти в лесу Такие ледники, я не знаю, есть ли сейчас Но в Дарине они были Несколько штук было таких настоящих погребов Сверху которых был такой маленький домик И туда надо было спускаться По какой-то страшно скользкой и холодной лестнице И вот на этом льду хранились пионы До 24 июля в бутонах Они месяц больше лежали на льду Чтобы в именинный день Их можно было поставить на стол Она обожала пионы Потом они доставались И на Ольгин день ставились на стол И к удивлению всех присутствующих Распускались Все удивлялись Ах, откуда пионы? Такая маленькая хитрость была изобретена Конечно, не Ольга Федоровна Конечно, это вот тоже из усадебных времен А в доме для меня Вот первое ощущение дома Вот сейчас его нет И никогда не будет ничего подобного Это определенный запах Запах дивного дерева Пропитанного запахами Выпечки хлеба Запахами каких-то масел душистых Которыми дамы пользовались Запах старых книг Тишина, огромные залы Под грандиозным низким абажуром Громадный стол Все такое массивное, большое, уютное Белые глянцевые печи И в торце зала Великолепный гобелен Тайная вечеря И вот Вот эти ощущения Кровати, кровати Которым даже страшно было подойти Такие они большие, мощные Несущие какой-то тайну Вот в себе Московская квартира Желтовского И дача в Дарине Буквально были заставлены антиквариатом Племянница его жены Вспоминала, что Квартира походила На музей мебели Музей живописи Роскошная венецианская Белого цвета мебель С медальонами Венецианские зеркала Мебель карельской березы Красного дерева А в мастерской Желтовского Стояло огромное Вольтеровское кресло Когда-то принадлежащее Поэту Жуковскому И необыкновенный Уникальный секретер Сделанный по заказу Императора Александра Первого Это секретер О котором мечтал Эрмитаж И откуда Вроде появились Вот все эти вещи Потому что Как бы много не зарабатывал Желтовский И каким бы Отменным вкусом Он не обладал Естественно, что Невозможно просто Напросто Собрать такие деньги Чтобы все это Приобрести И потом Со временем Выяснилось Что это он Стал, вернее Владельцем Всего этого Несметного богатства После того Как Он женился На дочери Рябушинского Рябушинские Покинули Россию После революции И существует легенда Что якобы Покидая Россию Они прокляли все Что осталось После них Что было Ими заработано Приобретено И что осталось После них в России Вот И Надо сказать Что В какой-то степени Может быть Вот это Проклятие Но оно Сыграло Какую-то свою Роковую роль Роковой Наверное Была тяжелая Наследственная болезнь В роду Ольги Федоровны От которой погибла Она сама И погибали Все женщины В ее роду В Дарьине На аллее Перед усадьбой Стояла огромная ветла В три обхвата В год смерти Желтовского Дерево Раскололось Надвое Но не погибло Когда умерла Ольга Федоровна Она рухнула Эта ветла То есть У меня было Такое ощущение Что Даже природа Не хотела Как говорится Жить дальше После ухода Тех хозяев Которые И согрели Это место И ценили Вот эту Потрясающую Может быть скромную И тем не менее Ну какую-то Такую родную красоту Вот Русской природы Именно Неподалеку от дома Желтовских А именно Метрах в двухстах Стоял тот дом В котором Мы жили Мы снимали То есть Наша семья Снимала там Дом Этот дом Был построен Львом Николаевичем Толстым Для своего Любимого И по-моему Неучтенного Законом Сына Знаменитого Московского Часовщика Петрова Лев Николаевич Подарил ему Этот дом И маленькую Территорию С лиственной Аллеи Спускавшуюся В низкопруду У Гаврила Петровича На Остоженке Доме 30 Была Мастерская Его По починке Часов Куда Меня тоже Иногда Родители Посылали Что-то Чинить Дом Часовщика Гаврила Петровича Петрова Почти единственная Постройка Сохранившаяся С усадебных Даринских Времен Дом Сохранился Как ни странно Хотя ему Перевалило За 100 лет Около дома Огромный Старый Вяз По семейному Преданию Посаженный Львом Николаевичем Толстым Дом С печками С каминами С такими Хорошими Филенчатыми Потолками С хорошего Дерева Выкрашен Был Точь в точь Как поместь Льва Николаевич В Хамовниках То есть Цвет зеленый С коричневым А в доме Все сохранялось В точности Так же Как это было За 100 лет До этого То есть Входя в дом Вы оказывались Вот в атмосфере Типичность Скажем Для каких-то Пьес Островского Там все сохранялось По-прежнему Старые диваны Камины Причем было все Очень простые И там стояло Большое Старинное кресло В углу В котором сидела Мария Гавриловна Дочка Гаврила Петровича Чесовщика Мария Гавриловна Была учительницей Гимназии А потом Школьной Учительницей С ней случилась Трагедия Она лишилась Ноги И она приезжала В Дарьино На все лето Ну на все каникулы Школьные А потом уже Когда была пенсионеркой И раньше приезжала И до осени Там оставалась Она плохо ходила Поэтому она сидела В основном В этом кресле Хотя у нее был пучок Но вот иногда В профиль Когда как-то не видно Было прически Но просто Сам Лев Николаевич Как бы сидел Это был небогатый дом Небогатый Это маленький-маленький Даже не поместь Это небольшой участок Но запах Тишина Атмосфера Какие-то буфеты Произведенные 150 лет тому назад Все это было Именно таким И хозяева Правильно делали Что не хотели Ничего менять Лев Николаевич Когда его строил Заложил фундамент Золотой По русской традиции А также привез Из ясной поляны Цветы Они так разрослись Что покрывают Весь абсолютно Участок Очень красиво Мы конечно все Уезжая в разные Другие районы На свои дачи уже Мы все эти цветочки Себе пересадили Не растут у всех До сегодняшнего дня Вот ранней весной Как только сходит снег Весь этот большой участок Покрывается синим ковром Настоящих Истинных Синих подснежников И Эта традиция У нас Вот буквально С самого детства Каждую весну И папа Говорил Я должен Я не могу без этого Я должен приехать Упасть на колени И сорвать Хоть несколько Вот этих Синих дивных цветочков И только тогда Понять Что пришла весна Соседняя деревня Назарьева 720 десятин земли Принадлежала некогда Голицыным И породнившимся с ними Не менее старинному роду Михалковых И Халковым От Голицыных В наследство Перешла и усадьба И коллекция картин И коллекция Древнеегипетских рукописей И скульптуры И большая библиотека После 17-го года Все это было национализировано И чего только не было В усадьбе В гражданскую войну Госпиталь Потом курсы Для московских водителей И биологическая станция А в 30-е годы Усадьба перешла В ведение Управ делами Совнаркома Бабушка брала меня И мы с ней отправлялись Прогулочным Шагом Назарьева И я помню Как мы пришли А бабушка была Двухметрового роста Статная, прямая С горделивым профилем С огромной палкой На которую она опиралась В такой Истлевшей Совершенно старинной Тальми От которой Наверное Остались На то время Только два роскошных Крючка Такими львиными головами Бабушка носила Челму И Мы явились с ней В Назарьевский дом На что Охранник был Совершенно потрясен Этому зрелищу Настолько сильно Бабушкин Вот этот вот Энергетический посыл Что она пришла К себе домой Что нам никто Не указал на дверь Нас никто Никуда не выдворил Той статной дамой Была Мария Александровна Глебова Урожденная Михалкова Последняя хозяйка Назарьевская усадьба Мария Александровна приходила К нам каждое утро Ну часто Во всяком случае Она была очень экстравагантной Женщиной И Такой смело Смело жила Ничего не боялась Никогда И Очень рано Вставала По-крестьянски Часов в шесть утра Вдруг просыпались От бешеного стука В окно Вскакивали Спросивая Не понимая В чем дело Стук продолжался Выглядывали в окно Оказывается Там Мария Александровна Глебова Она стояла С огромным Это было не раз Это кажется С огромным букетом цветов Она была босиком С какой-то Суковатой палкой С хлюкой С горящими глазами Она была Невероятно красивой Женщиной В свои уже Очень преклонные Года Она говорила Вы еще спите Я уже обошла Все леса И действительно Она босиком Уже обошла все леса Собрала Весь букет цветов Немедленно вставайте Делайте мне кофе Первым браком Мария Александровна Была замужем За Владимиром Георгиевичем Кристи Вторым За его двоюродным Братом Петром Глебовым Вскоре после революции Петр Глебов умер В голодные 20-е годы Мария Александровна Осталась совершенно одна С пятью детьми И после национализации Родового Назарьевского имения Ей пришлось переехать Жить в Дарьино В дачный пансион Марии Адамовны Столповской Голод был страшный Старшин Дядь Петя Вспоминал Как они ловили Лягушек Жарили лягушек Я был в Париже Какая ерунда Эти лягушачьи Парижские лапы Вот мы и в Дарьино С голоду С братом Их было пятеро Братьев Вообще удивительно Совершенно удивительная Женщина Которая подняла Пятерых мальчишек В такое страшное Голодное время Они ловили Дроздов И продавали В Жаворонках Которые пять километров От Дарина Которым приходилось Ходить пешком Потому что Естественно Никаких автобус Ничего тогда не было И дороги-то не было И продавали этих Говорящих Вроде как Говорящих Дроздов На рынке Один Продавал Петя Продавал Как маленький А Федя постарше А Федя Значит Создавал конкуренцию Когда подходил К покупателю Он подходил И говорил Ой Ой Говорящие Дрозды Я же везде их искал Ой Мальчишка Я первый Я сейчас у тебя Всех покупаю В общем Рынок был и тогда И вот И братья Глебы Хоть как-то Какие-то деньги Зарабатывали Учиться Братья Глебы Выходили в колонию Для беспризорных Организованную В соседнем селе Успенском Сколько верст Дай бог Пять верст Вот пока Они шли От Успенского В Дарина Из Дарина В Успенск Они все были В лохмотьях Вот в крови Избиты И все так вот Леги Да нет Да нет Леги 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 Их чуть не убили Потому что им кричали Ага Буржуи недорезанные Потому что бабушка Настолько была Хороша И настолько была Ярким представителем Своего Так сказать От сословия Что их определили Сразу как Недорезанных Буржуев Папу Заставляли Грызть землю Что он и делал Маленький Рыдая А старшего Федю Который рисовал Дивные пейзажики И писал Нежные стихи Федьку Били Смертным боем В голову Втыкали ему Берья Которыми он писал Каждую ночь Их мать Значит Топала Что самое Лохмотье И говорил Что Набирайтесь в ужас Потому что Нас хотят уничтожить Но Вы должны В любом случае Кончить школу Вот такое было детство Жесткое Но которое Научило выживать Научило Быть самим собой Научило быть Настоящими мужиками Папа Дружал Так сказать С деревенскими мальчишками Уже умел Петь частушки И ходил Так сказать На местные танцы И Ему Была подарена Балалайка Он играл На этой балалайке На частушки И Сережа Михалков Папин двоюродный брат Который жил Недалеко В Жаворонках Так же Вот они Жили Иногда приезжал К ним в гости И в какой-то момент Сережа сел На эту балалайку И балалайку раздавил Ну как Значит Папа Сказал Что я страшно Выл На всю Дарина И на соседнем участке Лилина Услышала Этот дикий Значит Ой Сказал В чем дело Что такое Кто там плачет Так Сказали Это плачет Петя А почему Петя так плачет Потому что Петя Значит Сережа Михалков Раздавил Петину балалайку На что Так сказать На другой день Лилина Послала на станцию Жаворонки Куда-то там На рынок кого-то И Папе была перевезена Новая балалайка Которая до сих пор У нас жива До сих пор Так сказать Такие воспоминания Не связаны Балалайку эту Подарила Петя Глебову Мария Петровна Лилина Вместе со своим мужем Константином Сергеевичем Станиславским Она снимала дачу По соседству с Глебовыми Прогуливаясь по деревне Станиславский и Лилина Наблюдали Как мальчишки Во главе с Петей Глебовым На пригорке Вешали на берлевую веревку Натянутую между березовыми Кольями Простыни и одеяла И разыгрывали спектакли У Арины Гремеславской Хранится дачная летопись Ее семьи в Дарине Ежегодные акварельные зарисовки Дача, которую в Дарине снимал в середине 20-х Станиславский Стояла как раз на месте Арининого дома Но Дарина не единственное, что связывает Арину Гремеславскую со Станиславским Дарина принадлежала отцу мамы А Гремеславская я по моему папе Ну и естественно первый Гремеславский Которому была фамилия дана Станиславским в свое время Он постеснялся брать такую громкую фамилию себе И предложил ее своему гримеру Мой дед был первым гримером хата И он ему предложил вот эту громкую фамилию Гремеславской Из которой в общем-то и я живу Уже третье, четвертое поколение Дед Арины по материнской линии Владимир Селиванов До революции был банкиром За что в 30-е годы дважды сидел А вернувшись купил дом в Дарине И потому московской прописки у него не было На даче он завел кур и корову И выращивал яблони из косточек В доме было все рыжее Куры, ямшира, я помню Вот такие слоны ходили, а не куры Какие-то американские породы Вот он вообще был такой мичуренец Корова была рыжая, куры были рыжие Ирдели, соответственно, рыжие Ну и, собственно говоря, все обитатели Тоже как-то такого же колера И, конечно же, мы дружим, но вот уже много-много лет С тех пор сохраняем вот ту самую компанию Потомков Это уже третье поколение Мы уже третье поколение детей Как только я возвращаюсь Из какой-то цивилизованной, развитой, экзотической страны Первое мое желание Абсолютно такое же на животном уровне Это примчаться туда Вот в эти вот наши маленькие лесочки, поля И буквально встать на четвереньки И прикоснуться к этой земле Вот всеми лапами Окунуться вот в эту прохладную озерную воду Нарвать букет самых незатейливых простых полевых цветов Поклониться этим могилам, замечательным святым В которых они все лежат Почему я безумно благодарна родителям Что мы в детстве не жили в каких-то вот как бы Прилизанных дачных поселках Среди как бы определенной интеллигентной молодежи А мы росли совершенно, так сказать, органично С деревенскими простыми мальчишками, девчонками Раз в год обязательно все бывают в Дарине Из тех, кто там не живет, а то и чаще Без этого не обходится Обязательно Я тоже езжу погулять, посмотреть, навестить Если кто есть Навестить Петровский дом Сорвать подснежничков Ту атмосферу, конечно, создать невозможно Это были носители иной культуры Это были люди Немножко из другой эпохи К великому сожалению У стариков уже не осталось никого Вернее, остался один человек Марина Алексеевна Глебова Которые уже 86 Мы разменяли прошлой зимой И даже не имея в Дарине ничего Те же Глебова Ну, так как Ольга моя молочная сестра И, соответственно, что тоже, между прочим Удивительно в наше время достаточно Вот И они приезжают и живут у меня То есть Ольга вот такая же практически Хозяйка моего дома, как я На, в общем, таких же правах Мы не имеем ничего на этой земле В личное, в частное пользование Но тот дух семьи Тот дух корней Он так сильно в нас жив Что мы до сегодняшнего дня Обожаем эту землю Приезжаем туда В любое время года В любом состоянии И черпаем оттуда Просто-напросто человеческие силы И пахнет детством Козьим молоком Цветущим садом Печкой, сенями Деревенским домом С низким потолком Сухим букетом Сорванным с корнями И вижу бабушку Лежащую в углу Под голубым уютным одеялом Не может няня нитку вдеть в иглу Накрыть сундук Старинным покрывалом Сестра и головка черная блестит Плетет седой бабушке косички На керосинке жарятся лисички И половицы старые скрипят И бабочка на пламя залетела И отбивая так часы стучат Потрескивая печка догорела В семейных альбомах Глебовых и Живаго Хранятся одинаковые Детские фотографии Здесь сестры Оля и Лена Глебовы Брат и сестра Коля И Оля Живаго И Арина Гримиславская Сняты вместе в Дарине Теперь все они встречаются На даче у Арины Гримиславской У нее У единственной остался дом в Дарине Дарина Никогда не была знаменитым дачным местом Ну, правда, может быть, в конце 19 века Когда землю здесь продавали По рублю за сажень Или, может быть, сейчас Когда любые дачные поселки По рублю в Успенском шоссе Становятся модными и популярными А вот понятие даринца есть Это люди, которые сюда приезжают Они любят сюда приезжать В любое время года У них здесь нет частной собственности Но когда-то Вся эта земля принадлежала их семьям Почему они едут сюда сейчас? Не знаю Может быть, здесь Витает дух их предков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok